По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, с 2013 по 2017 год число курящих россиян снизилось с 41% до 32%. Совпадение или нет, но именно в 2013 году в России было принято антитабачное законодательство. Тогда был введен запрет на курение в ресторанах и кафе, учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Немного позже появился запрет на курение на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в подъездах жилых домов и возле детских площадок. В последние лет 5-6 тяжелее стало, как курящему человеку, найти место, где курить. Да, конечно. Но в принципе я не против, что место искать надо. Для нас, курящих, конечно, это неудобство. Но с точки зрения окружающих, я вполне понимаю эти запреты. Сегодня в день отказа от курения в Белгороде студенты-медики напоминали горожанам вреде табака и приглашали курильщиков в школу отказа от курения. У нас есть чудесный персонаж, сигарета, который предлагает бросить ее и говорит, что она никогда не гуляет одна. Она обычно гуляет с онкологией рядом и различными проблемами бронхолегочной системы. Любой человек, который сделает фотографию вместе с нашей сигаретой, разместит ее в соцсетях с хэштегом «Белгород нет сигарете», он получит приз от областного центра медпрофилактики. В день отказа от сигарет наш корреспондент Глеб Дудкин решил внести свой вклад в борьбу с курением. Он приобрел на свои деньги сладости и провел эксперимент. Проверил, готовы ли курильщики променять сигареты, к примеру, на шоколад. Вот что из этого вышло. Мы тоже решили поддержать акцию и помочь любителям поднимить, сделать первый шаг навстречу к здоровому образу жизни. Меняем сигареты на шоколад. Давно курите? Лет семь. Хотелось бы бросить? Не особо. Хотели бы бросить? У нас акция «Меняем сигареты на шоколад». На обмен сигарет не дойдется? Не курите? Да. Ладно, это оказалось не так просто. Ну что ж, по крайней мере у нас есть запас шоколада на неделю. Я вижу у вас в руке пачку сигарет. Не глядя, поменяю на шоколадку. Первый шаг к здоровому образу жизни. В принципе, можно. Только мы меняем плитку на целую пачку, чтобы помочь сделать человеку первый шаг навстречу к здоровому образу жизни. Согласны? Согласна. Давайте. Собирай. Не глядя, махнемся. Спасибо. Хорошего вам дня. Слушай, а тут целая пачка почти. Может, перепродадим? Не? Ладно, согласен. Не найдутся сигареты на обмен? Не курю. Совсем не курите? Слюс. Кого? Табак желательный. Поменяем на шоколад. Давай. Давай. Всем здоровья. Паша, что это такое? Держи. Я даже не буду смотреть, сколько их там. Просто пожелаю тебе удачи. Хорошо. И здоровья. Спасибо. Ну вот, мы и обменяли, в принципе, все шоколадки. Проект удался. Будем надеяться, что кому-то мы этим помогли. Держи. 버�ения.